Здравствуйте друзья, в этом видео мы с вами рассмотрим один из новых датчиков открытия окон и дверей от Acara, а именно модель T1. Почему один из, потому что есть например еще модель E1, точно такая же внешне и тоже с Zigbee 3.0. Также есть модель P1, которая рассчитана на очень длительный срок работы от одного элемента питания. Но герой этого обзора Acara T1. Модель Acara T1 MCCGQ12LM. Тип, датчик открытия, геркон. Протокол Zigbee 3.0. Рабочая среда, температура от минус 10 до плюс 50 градусов Цельсия, влажность от 0 до 95%. Батарейка CR1632, размер 41 на 22 на 11 миллиметра. Упаковка традиционная для китайских версий, о чем говорят и иероглифы в надписях. Коробка из белого картона с фотографией устройства и логотипом производителя. Внутри все удерживается в специальных слотах картонной упаковки и по коробке они болтаются. Сразу бросилась в глаза, так сказать лишняя деталь, которой не было в первой версии датчика. Еще один магнит. Вот все что нашлось в комплекте поставки. Сам датчик реагирующий на магнитное поле. Магнит в пластиковом корпусе. Еще один магнит в виде металлической пластинки. Инструкция и запасные кусочки двустороннего скотча. Инструкция на китайском, но при помощи Google переводчика и камеры телефона все можно прочитать, если нужно конечно. От первой версии датчика, наверное одной из самых распространенных, новинка ничем не отличается. Тот же размер, форма и оформление. На фронтальной части находится окошко светодиода активности. На одном из узких торцов кнопка сопряжения и проверки соединения. Для подключения к шлюзу или координатору, ее надо удерживать до трех вспышек диода. Под кнопкой находится небольшая выемка для удобства разбора датчика. Может показаться, что я ее очень неаккуратно открывал, но это не так. На момент съемки этого кадра, я еще не разбирал датчик, он таким был с завода. Сзади уже наклеен скотч для установки датчика на поверхность, и напомню что в комплекте идет запасной. В центре можно увидеть название и номер модели, а также тип элемента питания. Один из магнитов помещен в пластиковый корпус, сделанный в стиле основного датчика кирпичиков. Тут нет никаких активных элементов, просто магнит. На задней части корпуса также наклеен двусторонний скотч. Второй кусок такого размера также имеется в комплекте поставки. А второй магнит просто в виде металлической пластинки. В некоторых случаях установки такая форма может быть удобнее чем пластиковый вариант, так что это можно записать в небольшой список отличий модели T1 от первой версии. При помощи пластиковой карты, например старый банковский, корпус датчика легко раскрывается на две части. Крышка скрывает под собой батарейный отсек. Кстати, в отличие от закругленных Mi датчиков в Акара имеется еще дополнительная пластиковая защита платы датчика. Тут используется батарейка CR1632. Цифра это ее размер 16 мм в диаметре и 3,2 в толщину. К слову, это относится и к другим подобным элементам. Тот же CR2032 имеет диаметр 20 мм и такую же толщину. Родная система управления для этого датчика Акара Хоум и с нее я начну логическую часть обзора. У меня установлен регион Китай. В списке тут 4 датчика открытия. P1 отличается по форме, а у E1 видно название модели. Внизу два одинаково выглядящих устройства с одним названием, но один из них обычный, второй T1. Но на самом деле принципиального значения это не имеет. Можно выбрать любой датчик, это переведет шлюз в режим подключения. Разница какой датчик выбрать заключается только в том, что под него будет показана подсказка о переводе в режим сопряжения. Но для обзора я выбрал корректный вариант датчика. Удерживаем кнопку до трех вспышек и ждем завершения процесса подключения. Сейчас у меня тут два датчика открытия, кроме героя обзора еще закругленный вариант Мидзе. Как такового плагина управления у этих датчиков нет. Есть меню настроек с основными данными, в котором можно переназвать или переместить устройство и пункт обновления прошивки. У обоих датчиков МИИ и Акара тут одинаковая функциональность. Есть триггеры перехода в состояние, открытие или закрытие. И условия открыто и закрыто, в том числе в течении заданного времени. В чем разница между открытие и открыто я сейчас покажу. На слайде слева автоматизация, которая сработает в момент открытия датчика МИИИ, но при условии, что датчик Акара уже открыт. В центре автоматизация, которая следит за статусом датчика Акара, она активируется в случае его открытия, и при условии, что датчик МИИИИ открыт более 5 минут. К слову сказать это условие открыто или закрыто в течении заданного времени, может использоваться и самостоятельно. И справа подобная первой, но она сработает в случае если датчик Акара будет закрыт. Надеюсь что эти примеры наглядно показывают разницу между статусами датчика. Перед тем как перейти к Apple HomeKit, хочу заметить что в Акарах он под iOS все отображается аналогично как я только что показал в версии под Android. Шлюз Акара М2 может пробрасываться в режиме моста в Apple HomeKit. Соответственно тут появляются и подключенные к нему датчики. В верхней строке видно состояние моей группы датчиков открытия. Нажав на бейдж группы раскрывается окно где видно состояние каждого датчика по отдельности. Для лучшего понимания нужно их переименовать в соответствии с местом установки. Датчики могут участвовать в сценариях, в которых можно создавать средства Mi HomeKit, например управлять освещением это наиболее часто используемый кейс. Несколько слов о Mi Home, напомню что у меня установлена модифицированная версия с сайта kapiba.ru, ссылка в описании, регион Китай. Это позволяет подключать к ней даже те устройства, что не поддерживаются официально. Для этого датчика я буду использовать третью версию шлюза Xiaomi. Переходим в режим добавления дочерних устройств. Здесь также имеется обширный перечень, в том числе и герои обзора, но еще раз повторю. Нет никакой необходимости выбирать именно то устройство, которое вы подключаете. Можно ткнуть в абсолютно любое, либо просто трижды нажать на кнопку шлюза. Результат будет одинаков, шлюз перейдет в режим подключения. Отличие только в том, что приложение подскажет как перевести то или иное устройство в режим сопряжения. В модифицированной версии датчик подключился. Полноценного плагина датчика тут тоже нет, есть журнал сработок и он достаточно оперативно обновляется. Небольшое совершенно стандартное меню настроек, укороченное по сравнению с Akara Home, тут нет например обновления прошивки. А для автоматизации тут есть всего три пункта открыто, закрыто и открыто более минуты. В официальной версии Mi Home, которая стоит у меня на iPad, датчик не поддерживается. Он виден в перечне устройств шлюза и только. Сама строка не активна, ничего с ним сделать нельзя. Соответственно и в HomeKit ничего не пробрасывается. Теперь перейдем к Home Assistant, так как шлюз Mi 3 у меня проброшен через одноименную интеграцию от Alex IT, информация о новом устройстве появилась в уведомлении от него. Но сам датчик, что не удивительно с учетом его редкости, текущей версии интеграции не поддерживается и в общем списке устройств отсутствует. Поэтому пойдем дальше. И попробуем подключить на zigbee2mqtt версия на дату обзора 1.21.1.1 в качестве координатора Ethernet Stick ZigStar на чипе CC2652 от RF Star. Процесс подключения стандартный, как для интеграции, так и для датчика, никаких подводных камней и неожиданностей нет. Устройство поддерживается из коробки и определяется корректно, внешние конвертеры не требуются. Вот подробная информация о нем. Как и подобные датчики с батарейным питанием, гаджет большую часть времени находится в спящем режиме для экономии энергии и не может передавать через себя сообщения от других участников сети. Скорость реакции на изменение статуса мгновенная, задержек я не замечал. Также быстро все передается в Home Assistant через интеграцию MQTT. Два из четырех сенсоров скрыты по умолчанию, по желанию их можно активировать. В SLS шлюз поддержка датчика добавлена в прошивках не старше 30 сентября 2021 года. Датчик определяется корректно, включая картинку, номер его конвертера 95. Сработка по изменению статуса тоже моментальная, все в полном порядке. Если говорить об отличиях этого датчика от первой версии, то их два. Первый интерфейс, тут ZigBee 3.0, который существенно улучшен сравнительно с первым. Кроме этого тут есть поддержка прямого биндинга, я говорю о версии протокола. На практике для датчиков открытия я особого применения этой опции не вижу. Второе отличие, это еще один магнит в комплекте. Так что можно сказать, что это отличие очень условное, такие магниты легко купить на том же Алиэкспресс. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кроме YouTube канала, я веду еще и Telegram канал, в котором публикую различную информацию по тематике умного дома, подключайтесь будет интересно. Ссылку на него, а также на каталог устройств умного дома вы найдете в описании. Там же вы сможете поддержать мой канал подписавшись на меня на сервисе Patreon. Спасибо за внимание, до новых встреч.